всем привет сегодня у нас 22 число смотрите я вышла открыта балконная дверь и сразу начала потеть окошко потому что здесь очень холодно оказывается на балконе то я эти дни вернее не эти дни позавчера то днем я открывала на балкон дверь а вчера целый день лежала и не открывала это ночь день сегодняшняя ночь и вот только сейчас я ее открыла и конечно здесь все настыло вот терпимо я в таком халатике поэтому мне не холодно как тоже говорила очень много лет назад мне его подарила дочь еще как только видимо начала работать я не помню ему и уже лет 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 такой прям тепленький я долгое время еще когда работала в москве ходила все в нем и сейчас здесь волгодонске очень редко его одеваю когда очень уж холодно и в общем вот когда выхожу в такие дни когда морозно на балкон как сразу начинает разница воздуха и сразу начинает потеть проветривать квартире нужно поэтому выходить на балкон тоже нужно я вышла посмотреть думаю холодно или нет потому что посмотрела на градусник не награду сник на есть у меня приложение в телефоне где показывает какая температура сейчас у нас и написано минус 10 ощущается как 18 я позвонила в сдэк узнать могу ли я бесплатную доставку заказать мне сказали нет не могу потому что посылала не я посылочку поэтому только тот кто посылал может такую доставку здесь но заказать а вот все против нас ну я решила что я сегодня не буду не поеду вернее потому что ну еще немножко побери у себя я не знаю по какой причине у меня было вчера такое состояние организма что у меня почти сутки была температура и все болело сегодня я стала как новая копейка может произошла перезагрузка организма но я вчера отменила уже все таблетки все таблетки отменила и выпила активированный уголь и целый день пила чай с лимоном с малиной потом скорбинки напилась а вот и но лежала целый день лежала причем вы знаете у меня напряг со сном обычно бывает да я в такое время не могу спать чтобы вот просто лечь и спать днем там или еще как то а это я спала и днем и ночью опять спала и конечно после болезни видите я как выгляжу еще не совсем вся помятая но я же говорю сейчас время около 11 часов я еще так батаричком температуры у меня нет я уже немножко убралась квартире повязала немножко пообщалась с дочерью сейчас там поставила варить первое и хочу еще с грудки сделать рубленые котлетки в духовке сейчас покажу ну вот было у меня две грудки у меня постепенно начинают мои запасы истощаться что я покупала там по скидочным ценам это вот так хорошо помогает когда вот ты не можешь выйти на улицу до силу тех или иных обстоятельств и у тебя в холодильнике что-то лежит я вот буквально перед тем как выйти на балкон обрезала грудку здесь у меня уже она у меня грудка была на кости вот это то что косточка была я заложила уже тут чайник мой закипает вытянулась с холодильника молоко хотела добавить утром кофе но уже все запах такое что пропало ну не пропало оно то как бы еще даже жидкое хотя уже наверное нет вот а я понюхала но уже кислинком пахнет здесь вот я вчера заваривала чаёчек спасибо леночка очень вкусный чай я вчера его пила первый раз я его открыла коробочку уже я вчера хотела себе под маркеры ну думаю ладно уж порадую себя еще понаблюдает за этим свинюшкой мне так вот тоже нравится этот свинюшка принты такие забавные да у меня как-то пошел то один то другой еще ему одели этому свинюшке эту повязку на глаз но это вообще художники молодцы там мои таблетки я их всегда ставлю вернее на следующую порцию всегда ложу на стол чтобы не забывать потому что если допустим вот так на глаза не попадается могу забыть я сейчас перешла то у меня три раза в день были таблетки теперь я перешла на один раз в день хочу сегодня первый раз попробовать не знаю что будет ну посмотрю по ситуации если так же плохо себя буду чувствовать то пойду к врачу а что делать вот так то вот заварила свежий чаёчек вот такая у меня есть курочка которая не была подарена любушкой на год петуха и вот я накрыла надо почистить мне мой подстаканник так быстро заляпывается я не знаю откуда она все это берется одна я все делаю и вроде я никаких там посторонних действий не делаю какие-то потеки постоянно по нём чистишь чистишь наверное каждый день надо ну я каждый день этого не делаю мне просто нет времени на это на все так что вот такая замечательная курочка с такими рюшечками вот она мне очень нравится я ее ей постоянно пользуюсь когда чай завариваю здесь даже не убираю доску сейчас порежу мелко вначале отобью потом мелко порежу мяско и порублю и добавлю лучок чесночок перчик сольку и поставлю в холодильник чтобы оно все это постояло вместе а потом чуть попозже сделаю котлетки рубленные и запеку в духовом шкафу красавица в шубе в общем дорогие мои почему я так включилась у меня есть чудо чемоданчик который я не открывала с момента моего приезда с москвы прям смотреть на себя не могу но ничего страшного вы тоже не смотрите и мы сейчас этот чемоданчик откроем вместе с вами что меня вдохновило на его открытие сейчас посмотрела видео или леночки ситниковой она себе связала шапку и обшила ее мехом и так как мне шапки не идут вообще и меня постоянно не покидает мысль о том чтобы купить себе меховую шапку такую пушную вот но к сожалению всегда какие-то есть первоочередные затраты скажем так да и в ближайшее время я себе такого позволит не смогу но меня посетила одна мысль сейчас я вам кое-что покажу называется раскрываем сундучки достаем пятачки да по-моему я неправильно его расположила или правильно сейчас посмотрю посмотрю нет неправильно где у меня тут начало где он у меня открывается вот вы представляете так часто пользуюсь я его не открывала 4 года то есть в москве как я его закрыла так и не открывала так смотрите что у меня тут лежит здесь половина всего того что там лежит на выкидон он стоял этот чемодан у меня на балконе и в жару и в холод я его не открывала и что же тут у меня находится а в нем находится вот такая дубленка вот это зайчик который очень сильно помялся который линяет у него уже пожелтели вот эти места да но есть вот такой воротник видите который можно отпороть и посмотреть что тут можно какую что излечь ну вот это вот мне кажется эта часть прям вообще что называется хорошая прям что называется хорошая не видно что цвет потерян ничего не видно здесь конечно на рукавах совсем ничего нет практически это дубленка куплена мной была давно это все натуральное здесь все натуральное но она мне очень давно уже мала и более того она у меня сюда запал во-первых сломалась собачка в этом замке и заскочил туда шарф заживала собачка шарф есть такой вот шикарный шарф у меня ну тоже четыре часа четыре часа четыре года лежит уже он вместе с этой дубленкой в общем если что-то получится мне здесь отпороть и применить может как-то можно почистить вот эту вот часть белую я не знаю надо посмотреть в интернете может быть я найду чем ее почистить а вот эта часть прям вообще шикарная согласитесь конечно на обход головы этого будет мало но тем не менее а вот это все остальное жалко но придется выкинуть потому что ну куда его никуда не денешь дело в том что если бы у нее был хотя бы более-менее нормальный вид ее бы можно было продать но здесь вот вытерлась в том месте где я носила сумку вот в этих местах повытерся мех и естественно ни о какой продаже не может быть речь хотя здесь вот цыгейка вообще очень суперская ну и карманы тут видите ну я ее активно носила эту дубленочку когда была худой вот это вот все на выкидон все это мне маленькое и уже устаревшее естественно все это я выкину вот кто поверит что я носила вот эти брюки будучи в Москве я носила вот эти брюки это сорок восьмой размер причем качество хорошее это стрейч джинсы обработка мне даже некому их отдать они в хорошем виде но в моем окружении даже нет это летние брюки может быть кто-то около мусорки возьмет и поносит еще их они ну в очень хорошем виде летние брюки летние брюки что жалеть уже как говорится я в них ходила в свое время они можно сказать свое отходили это вот такой пиджак я в нем ходила тоже на работу тоже он активно мной носился это чистая шерсть хорошая ну вот что с ним делать вот что если он мне мал сейчас что-то тут у меня еще даже в карманах есть это все на выкидок наверное пуговицы я обрежу да кстати надо пуговицы обрезать и в той кофточке так это блузка такая у меня была это все обрезать смотрите сколько у меня пиджаков разных причем они вот хорошие добротные качественные я же говорила что я раньше работала в офисе помощником руководителя женские пиджаки подклад какой качественный все качественное и все это конечно сейчас по обрезается пуговицы по обрезаю и выброшу раньше если вы помните были модны вот такие кофточки да помните вы или не помните тут уже частично пуговицы я на что-то обрезала видите какие хорошие пуговицы зачем же я их буду выкидывать просто так сейчас это все пуговицы по обрезаю сколько у меня будет разных пуговиц смотрите здесь же их вон вот сколько вот вот такой костюм у меня юбка и жакет я его тоже активно носила это 50 размер это я сейчас помню вот 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 такая шикарная дубленка что-то тут у меня тоже это было очень модное тогда на те времена когда я носила а сейчас мне ее даже некого предложить здесь плащовка качественная надо его отнести в химчистку видите здесь все простегано это все мех натуральный причем как помню по тем временам очень дорого я его покупала это пальто такой вот плащ это под кожу но это не кожа это заменитель и тоже я его уже сто лет не одевала и одевать не буду посмотрите какие пуговицы просто вообще почему не буду одевать потому что он мне тоже мал такой такая ткань как мокрая кожа как будто бы вот вот одни джинсы ой даже не верится что я когда-то была такая худышка я вообще не верится это все такое летнее вот вот так вот я же говорю всему свое время причем этого ведь было не ну не так уж давно 5-7 лет назад вот в этом во всем я ходила это кофточка хбшка чистая вот к этой к этим джинсам это вот такой тоже джинсовый пиджак тоже все хбшка все здесь выбито не знаю что я там вам снимаю показываю потому что что-то я как-то не смотрю что снимаю вот ну это юбка от костюма это еще один пиджак тоже пуговицы вот такие интересные можно будет их куда-то применить здесь какой-то в клее я сейчас вспомнила это клей обыкновенный ПВА на работе это все легко отстирывается тоже пиджак суперский но уже давно он мне мал это вот я ходила в Москве в них это тоже это от костюма брюки такие были которые я уже выкинула а это осталась пофточка и вот такие пуговицы тоже какие видите сколько я на пуговицах только сэкономлю а пуговица мне нужны каждый раз вот и все сейчас это все выкину и будет у меня чистый чемодан который можно будет что-то сложить то что необходимо разобрали мой сундучок с вами итак дорогие мои пока я буду подготавливать мясо к моим котлеткам рубленым я хотела с вами немножко поговорить на тему того что в нашей жизни полезно и чего нельзя вы знаете я просто выскажу свое мнение вы вправе с ним соглашаться или не соглашаться никому свое мнение не навязывая абсолютно просто рассуждения мои и все мы все люди разные конечно же у каждого свое мнение и не факт что оно правильное согласитесь даже то что я скажу может быть неправильно правильно же но это мое мнение и вы его тоже должны уважать вот если вам не нравится то что я говорю или то что я делаю можно либо перемотать до того места где вам будет интересно либо значит вообще закрыть ну и поискать то что вам будет интересно мне как бы тоже написали вот вы так говорите вы прям провоцируете на то чтобы закрыли ваше видео и шли да нормальный человек нормально все воспримет и не сделает того что вы говорите вот поэтому конечно опять же вы высказали свое мнение потому что восприятие у всех разное значит почему я хотела поговорить на эту тему потому что вот мне говорят Ира услышьте меня да я слышу всех вы понимаете слышу абсолютно всех и конечно я понимаю что все то что вы пишете то что вы предлагаете возможно это идеально но вы посмотрите допустим в тех же комментариях вот скажем по поводу того что как я чистила сковороду да я как бы лично я попробовала три способа но это то что у меня было под руками мне там предложили много вариантов и я конечно пошла прошла посмотрела сколько стоит тот или иной пример или как это назвать ну чистящие скажем так сколько стоит то чистящие которое вы написали и так далее допустим проводить такие эксперименты взять тоже который стоит 1200 якобы со скидкой ну не могу я сейчас себе позволить купить его почему потому что лучше я тысячу эту пойду потрачу на пиявки так как у меня сейчас как бы это более необходимо ну правильно была бы возможность я бы даже не задумываясь пошла бы купила бы и разговора бы за это не вела вот и может быть это самое идеальное средство я не спорю абсолютно но я не могу допустим принять все то что вы пишете и применить у себя правильно но то что вы это предлагаете я это ценю и очень очень я вам благодарна и обижаться на меня за то что я не воспользовалась пишет одна подписчица вот вам говоришь вам пишет вам пишешь а вы типа непонятно зачем вы тогда спрашиваете советы если это вы не принимаете но у каждого свой кошелек понимаете и то что вы опять же если я говорю вот то что допустим это подписчица она себя конечно узнает предложила но вы меня извините но не могу я сейчас опять же говорю же воспользоваться этим и в общем то знаете когда я в видео говорила что может быть вы знаете какие то способы чтобы не применять химию правильно вообще вы не слышите меня во первых но опять же повторюсь я очень благодарна всем тем кто мне пишет все способы мне до сих пор присылают видео некоторые из них я уже смотрела естественно я же сразу вбиваю поисковик я уже неоднократно говорила что я вбиваю в поисковик смотрю выискиваю смотрю средства но то что там предлагается иногда бывает реклама вы же это прекрасно понимаете иногда бывает как бы замалчивают что на самом деле ну можно по-всякому там это все преподнести лишь бы люди смотрели вы же понимаете я допустим этого не делаю а я знаю такие факты когда это делаю значит это то что касаемо сковороды и я прошу не обижайтесь на меня на самом деле я как бы полностью просматривая все комментарии по возможности стараюсь отвечать применяю даже если я не применила их у себя но я же прочитала у меня в голове это отложилось а может быть я сегодня не могу этим воспользоваться а воспользуюсь завтра вот жизнь она такая штука что сегодня она одним боком а завтра другим вдруг я разбогатею и для меня например 1200 это как карманные деньги будут ну что бывает же по-всякому вот поэтому я как говорится ни от тюрьмы ни от сумы ни от чего не зарекаюсь в свое время уже чего только на моей жизни не было это может быть и будет хорошие времена я стремлюсь по крайней мере к этому всеми своими фибрами по поводу того что опять мне говорят Ира услышь меня что там какие-то продукты не какие-то а то что нужно готовить каждый раз каждому приему свежую пищу ну вы знаете я например понимаю что возможно это так и уже как бы известно что мы нас окружают всевозможные бактерии кругом что если вот допустим даже лежит просто мясо то на него уже там невидимые бактерии которые невыраженным взглядом мы не сможем увидеть да они уже давным-давно питаются этим всем да и естественно почему что когда оставляешь там допустим на определенное время на свежем воздухе продукты они пропадают потому что бактерии там уже давным-давно работают это все понятно и я об этом знаю и тот кто учился изучал биологию тот об этом знает прекрасно но вот я всегда в таких случаях вспоминаю маму моя мама прожила до восьмидесяти лет и тот кто имеет таких родителей да имею имеет которые умерли не в пятьдесят не в шестьдесят а чуть старше да ну то есть скажем пожили тот наверное знает что как они питались я не знаю как питались городские как они готовили и все остальное но наши родители те которые жили в деревнях они имели большое хозяйство они работали где-то там кто-то вот как моя мама работала дояркой да разве они могли готовить каждому приему пищи свежую пищу конечно же нет моя мама прожила восемьдесят лет дай бог мне столько прожить и каждому из нас они никогда не слышали ни про какие холестерины там что это жареная печеная вареная там или еще что-то что шкурку там нельзя есть что там сало нельзя есть там еще что-то столько людей столько мнений вот она жила работала с утра до вечера вставала в четыре утра готовила нас было трое детей муж алкаш приходила она вставала засветла и приходила она поздно потому что дойка шла там и до девяти часов и до десяти часов когда ей было там выготавливать на три раза там чтобы была свежая пища не было этого и только тогда когда у нее были выходные даже у доярок были подмены которые выходили за них тогда когда у них был выходной брали точно так же только у них так сказать скользящий график был и в общем выходные были я знаю что в эти выходные мама лепила нам пельмени делала всякие печенюшки пекла всякие пирожки и так далее и так далее вот тогда что-то вкусненькое свеженькое мы кушали а так она вот нам делала заготовки мне рассказывала что она там приготовила где как разогревать мы можно сказать сами это уже когда я понимала а так мы были в круглосуточных детских садах раньше же это было вот и я уверена что люди моего поколения большинство так жили и даже никогда не возникало у нас в голове о том что на каждый прием пищи надо принимать свежую пищу я не знаю живем в Москве все знают что такое Москва да там в один конец доехать допустим полтора часа иногда было как вот в моем случае я добиралась до работы полтора часа естественно я уходила очень рано и приходила поздно на выходных только я готовила какое-то там первое блюдо суп борщ или еще что-то и его готовила на целую неделю до следующих выходных а в течение недели приходила ну иногда заходила там же уже были такие магазины которые работали круглосуточно и у меня попутно такой был магазин Виктория я в него заходила покупала что-то на скорую руку допустим приготовить тоже ж не будешь всю неделю одним супом питаться иногда пельмени покупала иногда там еще что-то такое чтобы по-быстрому приготовить там яйца или еще что-то ну вот такие были продукты которые допустим я готовила к моему приему пищи а так в течении дня вот утром я допустим очень редко завтракала потому что встал быстро привел себя в порядок и поехал на работу приехал включился и только я говорила что в некоторых случаях были такие моменты когда только в два часа я могла дня когда там мой начальник уходил я могла там не говоря уж о перекусе а чай просто попить да я думаю что многие так тоже работали вот и я не знаю конечно в идеале у нас должно быть так и хорошо если у вас устроенная жизнь устроенный быт что вы можете себе позволить питаться вовремя что вы можете позволить следить за своим здоровьем конечно сейчас это все сказывается и если вы работаете то значит вы не в таком возрасте как я и вы знаете вот только что я вам показывала вещи что мне всегда там допустим смешно когда допустим 35-летняя девушка начинает меня учить жизни что нужно сидеть на диете и так далее и так далее но вы извините вы в 35 уже такая как я а я еще в 50 не была такая как вы вот поэтому вы поживите с мое а потом начинайте учить меня жизни юля это я к тебе адресую мне кажется она сейчас от меня отписалась эта девушка но она имела такую может неосторожность скажем так одно время меня постоянно поучать что я и это не так делаю девушка мне годится в дочери но я ей как бы пыталась тоже по-человечески с ней общаться объяснять ей все остальное ну человек не понимает есть такие люди что только то что говорят они это правильно и только то что как они это делают это тоже правильно а все то что остальные говорят это не может быть правильно но мы же все думаем что мы только правы ну вот допустим как я говорю что я никогда не навязываю никому свое мнение я высказываю его вы прави его принять и прави его не принять и конечно же я думаю что после того как сейчас выйдет это видео будет очень много разных комментариев и я надеюсь на это и я хочу чтобы вы написали свое мнение по этому поводу и я конечно послушаю его если вы не будете выходить за рамки приличия не будете выходить на оскорбление и так далее все ваши комментарии будут сохранены если будут дискуссии ради бога я буду тоже этому даже очень рада ну говорят же что дискуссии рождается правда да вот поэтому конечно же это очень много всяких методик всяких диет во-первых вы знаете о том что сидеть на диетах это очень дорого по крайней мере для пенсионера я не знаю мне конечно я понимаю если человек никогда не жил в моем теле не хочу грубо говорить да вы поняли ну как он может знать мои потребности знать мои возможности знать то что мне можно то что мне нельзя и так далее и так далее что можно советовать на расстоянии даже допустим те же самые врачи вот мне тоже написали что прочитайте инструкцию что там написано да в каждой инструкции написано вот это нельзя то нельзя пятое десятое нельзя но могут быть такие побочные эффекты но мы же когда начинаем употреблять лекарства да мы же надеемся что нас пронесет и есть как говорят тихие убийцы а есть такие которые скажем проявляют себя моментально иногда допустим вот скажем так от давления таблетки я принимаю да я их уже принимаю три года и там написано что они влияют на это влияет на то на пятое на десятое и все остальное да может у меня самочувствие плохое от этого от того что там уже переизбыток всего того что написано нельзя вернее как сказать побочные явления но дело в том что я же их не могу отменить что если я их отменю то у меня скаканет давление тем более что сразу их отменять резко нельзя нужно хотя бы постепенно переходить даже на другие таблетки даже рекомендуют те же самые врачи что определенное количество времени вы попили эти таблетки перейдите на другие но так как меня устраивают эти таблетки я уже три года их употребляю они и по как сказать материальной доступности меня устраивает и то что я их пью один раз в день они меня устраивают сейчас лук вытяну вот и поэтому я их употребляю и в общем то не знаю но хочу сказать что вот вчера допустим мне было ну мне собственно сутки почти было плохо но вот как я отменила эти таблетки вот я еще не пила хочу перейти на раз в день как он мне говорил три недели надо пропить три раза в день а потом перейти на один раз в день и пить три месяца вот и вот и получается что я пропила 10 13 14 дней две недели я пропила их вот получается не три недели а две недели я их пропила и теперь я перейду попробую перейти на один раз ну опять же ж я вчера все сразу делала неизвестно что помогло но как-то остается фактом что я сегодня себя чувствую совсем по-другому как бы остаточные явления есть но на такие остаточные явления я вообще не обращаю внимание как вы опять могли заметить что я уже вот полдня с вами полдня снимаю видео и как бы еще так более менее себя чувствую нормально скажем так вот поэтому тоже ну как я не хочу там допустим сказать что вот вы такие сякие зачем вы мне это пишите это я конечно понимаю что вы проявляете обо мне заботу и все но вы что думаете вот вы в вашем возрасте знаете что нужно посмотреть инструкцию и почитать какие побочные явления а почему вы думаете что я этого не сделала я конечно же это тоже сделала и я более того это прочитала в самом начале перед употреблением этих таблеток и не зря же врач мне помимо этого назначил пить ой сейчас быстро не вспомню от аллергии таблетки потому что я ему сразу сказала что я аллергично и он мне сказал пропить первые пять дней но как видите у меня проявилось это не сразу а проявилось позже ну и опять же не факт что это было у меня все на таблетке если бы у меня под боком была бы бесплатная клиника которая бы проводила бы все эти процедуры можно было бы измерить почечное давление и все остальное конечно я бы все это сделала но опять же но если я этим буду заниматься когда же я буду делать все остальное когда я буду вязать когда я буду снимать видео редактировать и все остальное тут уже выставляются конечно же приоритеты можно поселиться в поликлинике и я вот месяц ходила ровно в поликлинику когда с ногой мне что там помогли у меня создается впечатление что у нас почему-то как-то такое лечение идет ну не знаю это опять же мои выводы мое мнение типа помоги себе сам назначили один антибиотик не помог давайте другой а то что я пенсионер и и те и другие ну замена одного антибиотика другим это дополнительные деньги это никого не волнует потому что если у тебя нету денег значит ложись и помирай да ну их тоже обвинять не стоит я их нисколько не не обвиняю они-то люди которые получают зарплату за это и они работают и чем могут помогают и кому-то это помогает а кому-то и нет я хочу сказать что как бы опять же что хорошо одному другому может быть совершенно плохо взять тот же пример мёд да кому-то мёд вообще не помогает ну как сказать наоборот вот у меня на мёд аллергия очень много рецептов которые с мёдом и которые я бы если бы применяла возможно у меня иммунитет был другой и прочее но у меня на него аллергия вот я не могу его применять и другой человек вот допустим зять мой он постоянно пьёт чай только с мёдом и у них всё время в наличии есть мёд трёхлитровыми банками они закупают вот каждый раз когда приезжает сюда к нам у них там есть знакомые которые продают ну и пасека у них всё они знают что это хороший мёд и у них всё время мёд мало того маленький сейчас подсаживается на этот мёд он когда видит вообще у него прям истерика чтоб ему его дали поэтому сейчас если раньше это было при нём ну то есть готовили допустим чай и мёд там блюдечко или как-то там может быть в холодный чай потому что зять у меня не пьёт горячий чай он пьёт остывший немножко тёплый скажем так ну это говорят и полезно для нашего желудка сильно горячее нельзя употреблять вот и он начинает кричать чтобы ему дали это просто вот один раз попробовал что это вкусное ему теперь хочется тоже потому что ну как бы пока не даёт дочь ему никаких там конфет там что-то сильно сладко опять же взять ругается может она бы и дала но пока там какие-то она цукатики выписывает детские хлебцы там и всё такое прочее всё это то что для деток а вот такое как конфеты в магазине нет такого не даёт она ему вот поэтому я хочу сказать что милые мои любимые мои я вас всех люблю и Мариночка там постоянно мне советы даёт пишет и я конечно слушаю прислушиваюсь в каких-то ситуациях каких-то нет но с другой стороны если бы вы этого не написали бы не было бы повода сейчас снять это видео так что пишите дорогие мои высказывайте своё мнение давайте мне подсказки разные и так далее я согласна я всё буду слушать но только ещё раз повторяю делайте это всё в корректной форме без возмущения и вы видите в моих словах какие-то возмущения даже если я допустим отвечаю вам вы видите в моих как сказать предложениях или моих чувствах раздражение или ещё что-то я же с вами по-доброму общаюсь почему вы некоторые не всех я под одну в ребёнку всех ни в коем случае нельзя расчёсывать некоторые просто до такой степени пишут такие раздражительные комментарии я просто удивляюсь людям но если в вашей жизни чего-то там происходит нехорошее но в этом-то никто не виноват может быть вам стоит разобраться просто в своей жизни и не выплёскивать злобы на других людей может вы как-то неправильно что-то делаете в этой жизни может быть вам стоит немножко поменять какой-то свой распорядок дня может ещё что-то если у вас там какие-то трудности может стоит сесть взять как говорится рекламную паузу и всё это осмыслить и принять какое-то правильное решение ну, говорят же безвыходных ситуаций не бывает не бывает а сейчас вот видите уже не один блогер говорил о том что как бы ютуб ужесточает сейчас вот за ту ситуацию которая произошла у меня с Таней Беликовой сейчас бы её канал просто-напросто удалили и вот этих всех людей которые там писали в мой адрес нелицеприятные комментарии и мы тоже удалили ну, не любите вы человека ну, не любите вы молча я не десятирублёвая монета чтобы всем быть как говорится нравится я это прекрасно понимаю и мне одни люди нравятся другие не нравятся я никого в моей жизни не было такого чтобы я прям так рьяно ненавидела человека это как это же прежде всего губит вас это же внутреннее самопоедание и вообще поэтому как бы стоит задуматься уже взрослые люди которые принимают решения не только за себя но и за людей которые рядом с вами и надо же научиться контролировать свои эмоции в конце концов и хвала ютубу что наконец-то он к этому пришел и хочу сказать что вот такой распущенности на других каналах я имею ввиду других языковых каналах то есть не российских а допустим тех же турецких итальянских испанских и так далее и так далее я сейчас смотрю очень многие каналы очень многие не только наших девочек но и других почему-то мне стало интересно я не понимаю их языка но я смотрю чем они занимаются что они делают вы посмотрите хоть под одним видео у этих девушек есть ссылка на схему ни у кого нету и они рассказывают как они вяжут они преподают или дают урок скажем так просто как они вяжут а уже схемы вы ищите самостоятельно а у нас и схему надо пожалуйста там сказать где пряжу взяла пожалуйста рассказать на все размеры пожалуйста все рассказали в рот положили и все равно тебя обхаяли ну почему так у нас почему люди такие в общем не знаю я иногда задаюсь этим вопросом ну а потом думаю думаю ой ира что ты заморачиваешься у тебя чего что заняться нечем у тебя столько дел все девочки я буду сейчас вот эту тему закруглять потому что мне надо сейчас еще чеснок добавить и все эти специи и я поставлю в холодильник чтобы это все постояла немножко и потом вам покажу уже когда я поставлю запекаться это все дело итак я сколько рассказывала забыла вам же сказать что почему же я ставила в холодильник чтобы это все у меня постояло ну то что соединилось это само собой но я же сюда манки добавила я добавляю 3-4 ложечки манки столовых это зависит от того то какая конечно масса у вас фарша получилась сейчас уже вечернее время тень падает немножко что хотела еще сказать то вот это ж я добавила у меня получилась вот такая масса видите она вся такая хорошая ой гремлю вот естественно я еще раз перемешаю когда добавляется манка вот знаете у фарша есть такое свойство что когда он постоит то водичка собирается в этом случае никакая водичка сукровица в общем выделяется сок мясной скажем так да в этом случае никакой сок не выделяется потому что манка уже разбухла вот по краям даже вот здесь видно какая она стала вот и я яйцо сразу не добавляю вот сейчас на этом этапе я добавлю яйцо я если честно даже руки не марала в этом фарше все сделала ложкой вот соль у меня как всегда чуть-чуть присолена я по этому поводу вообще не заморачиваюсь чтобы это было по вкусу скажем так чуть-чуть присолила и все сейчас то помидорчики то огурцы присаливаешь то еще что-то я не знаю ну как бы я сейчас в последнее время соль в малых количествах употребляю поэтому для вкуса добавляю немножко соли и все вы видите как я перемешиваю можно сказать интенсивно это своего рода как бы немножко яйцо взбивается да и наши котлетки они не будут у меня такие в понимании как котлетки они скорее всего что будут похожи на оладушки потому что я буду выкладывать опять не формирую как котлеты их а буду выкладывать значит у меня есть ложка которая шла в комплекте в мультиварке и вот я уже приловчилась с помощью этой ложки я как бы формирую мои такие котлеты я уже не единожды готовила знаю получается очень вкусно и сейчас я приготовлю блюдо блюдо смазала обильно и я почему так скажем обильно смазываю и не на бумаге пропиточной или как там бумага 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 для выпекания есть такая да вот почему я не с ее помощью потому что я после выпекания моих котлеток хочу еще выпить картошечку ну вот такие котлетки у меня получились сейчас я их поставлю в духовой шкаф и пусть они у меня запекаются ну что ж вот такие замечательные рубленые котлетки у меня получились вот такие они получились с обратной стороны вот я сейчас уберу эти котлетки а сюда покладу картофель и запеку картошечку еще целиком ну не совсем целиком порежу ее на три-четыре части в зависимости от картошин ну вот три картошина они правда большие порезала и сейчас поставлю не солила их вообще вот по необходимости если нужно будет присолить я присолю потом попозже а котлетки получились вот такие в разрезе видите все здесь прожарилось все вкусненько я уже сняла пробу чуть-чуть потому что буду ждать картошечку всем кто готовит кушает приятного аппетита у меня прям сегодня праздничный ужин будет посмотрите какая вкуснота какая красота просто я вообще все у меня приготовилась все прожарилась пропеклась такая красота прям картошечка фри получилась но она то запеченная а не картошечка фри вай 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 ой ну и вот такой ужин у меня будет я конечно думаю что это все я не съем но сколько съем я же уже пол котлетки заточила теперь я не знаю буду я и есть это все но пока еще кушать хочется если бы я еще могла вам передать как это все пахнет вкусно вы просто не представляете запеченная картошечка котлеточка такие запахи у меня так просто я не знаю так что готовьте любите себя готовьте для себя спасибо 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 спасибо